Ровно на метр она выступает от бордюры на проезжую часть. Люди, кони, все смешалось. Тут, как в известной фразе и стихотворении Бородино, люди с мусорными пакетами, тут же машины, школьники идут по зебре. А весь этот переполох из-за того, что мусорный бак выходит на проезжую часть. Они идут прямо мимо мусорки, потому что другой дороги нет. То есть мусорка фактически перекрыла весь проход. Там за ней есть маленькая тропинка, которая грязная, она заметена. Вот сколько идет съемки, вы видели, ни один еще, где пешеходный переход нарисован, ни один там не прошел, потому что там грязь. Вот едут машины и дети идут по этой дороге. Также, когда эту мусорку выгружают, мусорная машина встает поперек. Да, поперек. Мешает проезжать часть. Гражданам мешает переходить дорогу. В шестой год люди пишут письма в различные инстанции, но безрезультатно. А так, рассказывают жители, еще в 2019-м администрация индустриального района просила управляющей компании совместно с жильцами нескольких многоэтажек вынести на голосование вопрос о переносе контейнера в другое место. Но прошло три года, ничего не изменилось. Тогда жители дома с Сухебатера, 33, обратились в ГИБДД. Они ответили, что ДТП никакого не произошло, конкретно у меня есть ответ. И поэтому вопросов никаких у них не возникло. В госавтоинспекции нам пояснили, что занимаются реальными происшествиями на дорогах, а невозможными. Если же ЧП произошло, то порядок обращения в дорожную полицию следующий, отмечают инспекторы. В случае выявления нарушения правил дорожного движения, граждане могут зафиксировать это нарушение с использованием фото или видеозаписывающей аппаратуры и направить информацию о правонарушении в органы внутренних дел. Коммунальные эксперты советуют людям писать письма более адресно в комитет ЖКХ. Надо людям просто зафиксировать эту ситуацию и направить обращение в комитет жилищно-коммунального хозяйства, чтобы комитет смог сказать о том, в надлежащих ли границах стоит данная контейнерная площадка. И если она стоит в неположенном месте или смещена, то, соответственно, предпримет необходимые меры для того, чтобы привести это все в нормативное состояние. Помимо сомнительного расположения, которое может привести к несчастному случаю, горожан беспокоит ненадлежащее состояние контейнера. Он постоянно переполнен. Однажды мусор даже вспыхнул. Жители из ОКО наблюдали настоящее файер-шоу. Вот так вот она взрывается, искры вот так вот лечат. Активисты убедительно просят ответственных лиц обратить внимание на горе-контейнер и сдвинуть его, наконец, с проезжей части. Иначе в любой момент может случиться беда. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.